Понемногу начинать. Меня зовут Артур Аруджалиев. У нас сейчас будет с вами беседа про натуральное вино. Я, правда, не видя рты, улыбки, эмоции, с ртом понимаю, как мы будем беседовать. Но что я как минимум постарался сделать, я, честно говоря, понял, что я ни разу не общался про вино, когда я в это время не пил вино. И я постарался это организовать, потому что здесь есть, конечно же, винный бар с натуральным вином, синичка. Всем рекомендую этого зайти. Но сейчас это было проблематично. Даже если мы сделали филиал здесь, непонятно, какое количество людей, как это вино наливать, как его принимать за него оплату и так далее. Поэтому я обратился в Goodwine. И большое спасибо Goodwine. Goodwine нам бесплатно выделил некоторое количество натурального вина, которое вы сможете попробовать. И это, в принципе, вкусное и хорошее вино для того, чтобы я вообще понимал, кто здесь находится и зачем. Я вот задам вам пару вопросов, а вы мне скажите. Кто вообще слышал что-нибудь про натуральное вино? Отлично. Кто не пьет алкоголь? Уже проще. Кто не пьет вино? Отлично. Все будет проще. Хорошо. Кто не будет вино? Это сложнее. Так, сколько здесь человек, я пытаюсь понять. Давайте сразу так решим. Вот если среди вас есть близкие люди, которые и так уже как-то обмениваются какими-то контактами, вы возьмете один бокал на двоих. Это просто будет технически проще. То есть если ваши слюни уже и так смешиваются в обычной жизни. Здесь вот есть Ваня. Это сотрудник Goodwine как раз. Он будет помогать. И чтобы вообще понимали всю суть натуральных вин, я не знал, что будет за вино. Я попросил Ваню прислать описание этих вин. И я из них… Скажем так, там одно вино, которое делал я, и два вина, которые привез Goodwine. И одно вино натуральное, я просто его уже хочу попробовать, потому что его описание звучит так. Это вот Ваня написал. Ароматика – это панк-концерт пекарей на лакокрасочном заводе. В аромате краска, резиновый клей, печенье, яблоки, дрожжевая выпечка, сидр, комбуча. И все это продолжается во вкусе со сменой доминанты на ферментированные яблоки. Как бы тем, кто привык к обычным винам, это звучит очень странно. Тем, кто пробовал, интересуется натуральным вином, это звучит, конечно, потрясающе круто и вкусно. Я попрошу уже вот начать нам как-то разливать вот это вино. Мы, наверное, начнем вот действительно с этого, хоть оно и самое резкое будет, но лучше бомбануть. Я вот это все по очереди не люблю. Пока вот нам вот здесь подготовят вино. Что такое вообще натуральное вино? Натуральное вино – это полностью лишенный смысла идиотский термин. Он никак не описан, никак не характеризуется. Но в чем проблематика? Мне очень нравится такое смешное описание, что такое органическая еда. Органическая еда – это то, что ваша бабушка называла еда. То есть наш мир развивается таким образом, что некоторые привычные вещи мы должны заново называть одними и теми словами. То есть у нас остались бренды, к которым мы привыкли, а смысл их потерялся. Вот если очень простой пример привести, вот любой человек знает, что такое там, не знаю, вишневый пирог. Мы идем в магазин, какой-нибудь там АТБ или Сельпо, и на полке будет в упаковке, такой желательно в упаковке запаянной, надпись «вишневый пирог». Мы смотрим его состав, и там будет три строчки таких часто понятных или непонятных терминов. Безотносительно того, как мы относимся к этим терминам, мы точно понимаем, что между этим продуктом и тем, что сделала там ваша мама, бабушка или вы сами дома, все-таки есть пропасть. И с вином происходит на самом деле очень схожая история. Вообще вот вся эта история про то, что сейчас органическое производство, натуральные вина, почему так происходит? Раньше же было как? Были фермеры, поставщики еды, люди к ним обращались за продукцией, нужно было знать пекаря, нужно было знать рыболова, и мы тогда получали классные продукты, но это было сложно и долго. Потом появились магазины, которые эволюционировали в супермаркеты, и мы таким образом упростили все для себя. В одном месте все было классно и удобно. Но постепенно пришло к тому, что вместо мелких лавочек и индивидуальных поставщиков появились большие машины корпорации, которые получили монополию на доступ к потребителю. А любая монополия, ну, по крайней мере, до текущего момента, и история нам говорит об этом, в конечном итоге отжимает своего потребителя. То есть она его выжимает. Все примеры монополии говорят об этом. Потому в разных странах есть антимонопольные комитеты и так далее. И получается, что супермаркеты в большом количестве стран мира, еще не во всех, кстати, это просто отжали своих потребителей. Их потребитель это просто ячейка в Excel. И то, что лежит на полке, это уже имеет такое посредственное отношение к тому, что там было изначально. В Украине мы это еще не видим, но в Америке, в каком-нибудь в Валмарте это видно вообще элементарно. Кто там не был, просто погуглите картинки из Валмарта. Это будет музей мертвой еды. Будет весь процесс фуд сплошной. Процесс фуд – это, кстати, абсолютно доказанная вредная еда, которая приводит к большинству заболеваний. Процесс фуд – это переработанная еда на русском языке. То, что вышло с завода уже в упаковке. Большая часть такой еды, она банально вредна. Она не настоящая, имеет очень большое отличие от того, к чему мы привыкли. И вот супермаркеты, получается, нас отжимают и появляются там в разных странах мира, колесо качнулось в другую сторону, всякие хипстеры, которые интересуются крафтом производства. И уже многие, знаете, многие в узких кругах хотят найти там какой-то сыр, который не с завода кто-то сделал знакомый. И с вином такая же история. Так, слушайте, как-то вот давайте потихоньку уже будем угощаться, потому что вот мне вот некомфортно говорить без вина, вам честно скажу. А можно мне вот чуть-чуть побольше, пожалуйста, чтобы я долго смог объяснить. Энергия нужна, да. Спасибо большое. Наверное, вот потихоньку как-то можно по очереди подходить и угощаться разным вином. Здесь, чтобы мы понимали… А, пока будет только первая позиция. Так, ну вот… Так, так, по очереди. Подождите, вина хватит, ребята. У нас social distancing. Ага, идеально. Так, сейчас. Я пока буду продолжать. И получается, с вином происходит та же история. Многие люди привыкли думать… Сейчас, секунду. А вы где взяли? Нет, вы взяли Perfect Day в синячке. Знаете, я в синячке все пробовал, там такого нету. Сейчас расскажем про вина. Такого нету 100%. Заебись. Так вот, все привыкли думать, что вино – это ферментированный виноградный сок. То есть взяли виноград, выжали, положили в чаны, из чанов переместили в бутылки и получилось вино. Да, но нет. В современном мире виноделии разрешено использовать до 60 добавок. Разумеется, никто не использует 60 добавок одновременно. Но это значит, что они могут их использовать для разных случаев. Какие могут быть случаи? Очень разные. Например, я был на одном мероприятии, где виноделы делились опытом работы на украинских винных предприятиях. И один раз к ним попал урожай. Урожай состоял на 80% из гнили. То есть у вас де юре по документам виноград, а де факто перед вами гниль. А собственников все мало интересует, их вкус мало интересует. То есть их интересует выход в количество бутылок с определенного количества гектаров. И с помощью различных добавок из этих 80% гнили получилось вино. Конечно же, это вино пить было нельзя. Ну, из него сделали купаж и поразливали по другим чанам. И, собственно говоря, для этого используются добавки. Добавки, они технически не вредны. Эти все добавки технически безопасны. И, кстати, сера, на которую многие грешат, из них вообще самая безвредная. И серу используют в том числе натуралисты, поскольку серу нужно использовать с умом. Так. А все, кто хотел себе первое вино взять, подойдите, чтобы мы про него чуть поговорили. И получается, в основном используют небольшое количество добавок, но чем больше завод, чем больше корпорация, которая производит вина, тем история там более стремная. В каком плане она стремная? Там нет ручного труда, ручного сбора. Это огромные сотни, ну, не знаю, десятки гектар виноградников, по которым я сейчас утрирую там. Есть, летают вентиляторы эти, вертолеты, распыляющие химию, потом тракторы вместе со всем живым, что там были, опять же, там, птички, мышки и так далее, все это собрали, вместе переработали, и что-то у нас получилось. Потом, опять же, этому нужно задать определенную тональность и что-то с этим делать. Чем дешевле вино продается, тем дешевле оно должно и стоить. Поэтому, если вы покупаете недорогое вино, и оно у вас там как будто бы побывало в бочке дубовой, ну, ни в какой дубовой бочке не было, скорее всего, там в лучшем-лучшем-лучшем случае была щепа или порошок из дуба. Это вам как бы повезет. Но, разумеется, никаких, опять же, там, порошковых вин тоже не существует. Там это всякие легенды, и вина все так или иначе делаются из винограда. Порошковое вино – это просто очень дорого, если бы их кто-то делал, чтобы вы понимали. Так, с этим даже еще осталось. Замечательно. Поэтому, смотрите, принцип такой вот. Чем больше завод, тем больше непонятно, что там происходит. Чем меньше завод, то есть малые европейские винодельни, это обычно более честная история. Теперь перейдем к… Давайте так, давайте попробуем, наконец-то, кто не попробовал это вино. Кто думает, что это полный пиздец, и это нельзя пить? Отлично. Так, кто не брезгует, можете у них забрать бокалы. Да, вот это очень радикальное по вкусу вино. И важно понимать, что натуральные вины вообще не все такие. Просто вот специально подобрали такое вино. Давайте сейчас просто про классификацию, чтобы понимать, что такое натуральные вины, какие вообще бывают вины и так далее. Есть вина, к которым мы все привыкли, которые продаются в супермаркетах. Сейчас есть такой известный в узких кругах термин – конвенциональная вина. Есть вина, ну это вот обычная просто вина из супермаркета. Есть вина, на которых будет лейбочка органик. Натуральные вина и органические вина – это разная история. Часто путают. Органические вина, или даже так, вина, на которых лейбочка органик – это вина, которые сделаны из винограда, который получил сертификацию. То есть вы можете быть уверены, ну или как минимум верить в то, что на винограднике там используется органика, но вы не знаете, что происходит на винодельне. Потому что виноделие, то есть вино – это два процесса. Это виноградарство, то, что происходит на винограднике, и виноделие – то, что происходит в винодельне. То есть лейбор органик вам говорит только о том, что происходит на винограднике. Что происходит на винодельне, вы не знаете. Дальше есть биодинамические вина. Биодинамические вина ближе всего именно к натуральным винам, поскольку их производители не приемлют внешнее химическое вмешательство. они делают очень классную штуку, они воссоздают экосистему в рамках своего большого виноградника и делают так, чтобы природа сама себя защищала. Если очень грубо, в междуряде они садят специальные травы, которые насекомых переманивают с винограда, обсаживают специальными деревьями, на которые прилетают птички, которые поедают этих насекомых и создают такую экосистему. Там, конечно же, есть одна еще такая сумасшедшая история в биодинамике. Ее основатель Рудольф, я вечно забываю его фамилию, австриец, и он очень был помешан на всяких лунных циклах, и поэтому там нужно закапывать рог на молодой луне, желудок молодого теленка и прочие недоказанные по-прежнему вещи. Но в принципе вообще вино это такая не совсем научная история, но в биодинамике в общем много таких странных вещей есть. Но что важно, они не используют никакие добавки. Биодинамисты могут на винодельне аккуратно что-то использовать, но это очень малое вмешательство. Теперь переходим к натуральным винам. Натуральное вино, нету прямой классификации, но натуральные виноделы договорились между собой так, что это вино, которое может максимально отражать с собой виноград. Не то, каким видит человек вино, а то, каким вырос виноград в этом конкретном месте, и что можно из него получить наименьшим вмешательством. Натуралисты не используют никакие добавки, натуралисты не делают контроль температур, натуралисты не фильтруют свое вино. Единственная вещь, которую часть натуралистов делают, они добавляют серу только при бутылировании. И совсем не в таких количествах делают это традиционные виноделы. То есть только чуть-чуть для того, чтобы законсервировать в вине. Особенно это важно длинное расстояние, когда перевезти, потому что в целом вино может чуть-чуть испортиться. И есть еще вина, которая часто относит к натуральным, но такими не являются. Это low intervention wines, это вина малого вмешательства. То есть когда вы не совсем упоротый, но вы сильно не колдуете над вином, вы делаете вина малого вмешательства. Например, вино, которое я делаю у себя в гараже, я его не могу назвать натуральным вином, поскольку для натурального вина нужно использовать обязательно чистый виноград биодинамический. А в Украине нет ни одного биодинамического виноградника. И вы в текущий момент физически на территории Украины не можете сделать натуральное вино. Единственное, что если у вас есть какой-то совсем маленький свой виноградник, который не обрабатывался очень много лет и на котором порядок, не который сгнил. Потому что есть большое отличие между необрабатываемым виноградником, который заброшен с гнилой и плохом состоянии, и хорошим виноградником, над которым трудились руками, но не химией. Или, например, все натуральное виноделие, оно использует спонтанное брожение. Туда не добавляют культурные дрожжи для того, чтобы понять, какой будет результат. Оно забраживает само. Вот вина не малого вмешательства, low intervention wise, иногда используют культурные дрожжи. Теперь смотрите, вот натуральные вина, они не всегда являются такими. Ключевое, что можно сказать про натуральные вины, они являются разными. Современное виноделие, к которому мы привыкли, оно в принципе молодое. Оно начало развиваться во второй половине 20 века. И что происходило? Зародились винные критики, самый известный из которых Роберт Паркер. Он в 1975 году издал первую версию своего винного путеводителя и начал раздавать баллы. Ну и решили, допустим, что каберне савиньон очень классный, когда в нем джем из черной смородины. За это ставим 94 балла, 95 и понимаем, что люди чем выше баллов, тем больше покупают. Виноделы смотрят, они делают очень разные вина, но вина, которым дают больше баллов, лучше продаются. А виноделие это бизнес. И постепенно пришло к тому, что виноделие очень стало ориентироваться на баллы. Вот на гиды винных критиков. И виноделие стало просто быть в одном направлении. То есть мы привыкли, что белые вина должны быть прозрачные и фильтрованные. Почему так? Вот перед нами белое вино. Оно нефильтрованное. Просто потому что… Раньше вина тоже такие делали. Просто в какой-то момент стали популярным быть другие вина. Более того, виноделы пошли на поводу всего этого и стали даже в некоторых случаях выкорчевывать виноградники, в которых был неинтересный виноград, и садить популярные сорта винограда. К примеру, вы, наверное, многие из вас пили кабарне украинский. То есть, ну, в принципе, это очень унылая, честно говоря, история, потому что те же, кто пил украинское кабарне, пили его и из Калифорнии, или еще откуда-то из Европы, и вы автоматически сравниваете. И вы пытаетесь найти то же самое. А вина, опять же, должны быть разными. Есть очень разные винограды. Есть автохтонный виноград. Это виноград, который на своей территории только произрастает. И он будет совершенно другой. И натуралисты просто говорят о том, что вино будет разным. И вино никому ничего не должно. Натуральное вино может быть идеальным с точки зрения классического потребителя вина, и вы никогда не узнаете, что это натуральное вино. И натуральное вино может быть абсолютно фанки, крэйзи и любые другие модные слова, которые сейчас его используют для описания. В натуральном вине могут быть так называемые пороки, потому что их пороками назвали адепты конвенциональная вина. Но это не значит, что вино натуральное сделано неправильно. Само собой, поскольку натуральное вино – это сейчас тренд, это большой сейчас тренд, но, опять же, в узких кругах. Это в любом случае не массовая история, не супермаркетная история. Там много аферистов. Они делают фиг пойми что, делают это плохо и выдают это за классное натуральное вино. Но в Украине это не понять. Мы в Украине живем в таких немножко тепличных условиях. У нас есть несколько поставщиков натуральных вин, самый известный из которого – Good Wine. И они делают феноменальную работу. Они за нас уже отбирают хорошие вина натуральные, поскольку это не массовый сегмент. В конвенциональных там есть и плохие, и дешевые. Но в натуральных очень тяжело найти реально некачественное вино в Украине. Мы этой зимой были в Таиланде, там сейчас вины все плохо, и заказали у местного дистрибьютора несколько ящиков натуральных вин. Половина – это был полный трэш. Он был просто совершенно никакой. Эти вины бы не попали в Украину через нас отбор. Поэтому к нам, приходя в наши несколько супермаркетов или поставщиков, вы можете просто попробовать и понять, что трэш просто к нам не поступает. Но в мире он есть. И вообще просто то, свидетельством того, что натуральные вина являются большим трендом и интересной историей не на полгода, является то, что тот же Goodwine сейчас это выродил в отдельную компанию натуральные вина, представители которого у нас вот сидят в телефоне сейчас там справа. Здравствуйте, Влад. И это будет отдельное направление бизнеса. То есть натуральные вина можно сравнить, не то что с натяжкой, просто в некотором роде с тем, что происходило с кофе. Когда появилась светлая обжарка и свежая светлая обжарка, это было неприемлемо, непонятно и неинтересно для тех, кто привык к жесткой итальянской черной выжженной обжарке. Но светлая обжарка заняла свое прочное место на рынке, и любители кофе сейчас отдают ей предпочтение. Натуральные вина – это схожая история. Еще раз подчеркну, что ни в коем случае мы не говорим о том, что конвенциональные другие вина – это плохие вина. Лично я говорю о том, что вина с больших заводов – это странная, непонятная история, и я не понимаю, зачем ее пить. Но если мы говорим о вине с небольшой европейской винодельни, то есть неогромного завода, это вполне себе нормальная, интересная история, и там будет небольшое количество добавок, и это будет плюс-минус честная история. Проблема в том, что в заводах эта история не совсем честная. Вот если вы приезжаете в любые страны и видите на заправке классные показатели, какое-то известное вам вино, это вот точно толхорс, кажется, в любой стране мира есть на заправке, еще что-то. Но это, по своей точки зрения, очень странный напиток, который поставляется везде. Но невозможно вырастить натуральным способом одинаковое количество винограда и добиться от него, чтобы оно во всех странах мира было с одинаковым вкусом. Но это просто Unreal. Что у нас там по времени? Давайте попробуем все-таки о чем-то поговорить. Вот кто впервые попробовал натуральное вино, и оно ему понравилось? Вот это. Отлично. Хорошо. А вы до этого сидр пробовали? Вот это вино очень похоже на сидр испанский на самом деле. Его очень просто пить тем, как он нравится испанский сидр. Тем, кто не пробовал натуральный вино, оно, скорее всего, не понравится по очень простой причине. Ваши рецепторы к нему не готовы. Я какое-то время назад гулял по Гудвайну и встретил там своего знакомого, и он меня попросил порекомендовать ему натуральное вино. Я посмотрел, что находится у него в тележке, и там лежала молдавская пуркари. Я спросил, часто ли он покупает это вино? Он говорит, да, обожаю, это мое любимое. Я ему сказал, иди отсюда и будь счастлив. Если есть вино, которое тебя очень радует, это главная и единственная в принципе задача вина. То есть радовать человека, если вы пьете вино. И не нужно в себе что-либо прокачивать, вам никто ничего не должен. Если вас радует известное на всю Украину феноменально известное вино «Голые мужики», Мальборосан, кто его пробовал? Не стесняйтесь, выше поднимите руку. Мальборосан – это удивительный просто пример. Просто «Голые мужики», потому что у них на этикетке «Голые мужики». Это очень… Да, да, теперь понятно, в чем «Голые мужики». Просто на этикетке изображены «Голые мужики». Это очень популярное вино. И оно абсолютно нормальное. Проблема в том, что вот рецепторы, которые у нас во рту, это очень подлые такие вот создания, как я говорю, которые легко прокачиваются, но назад не хотят идти. И я, когда раньше с удовольствием пил этих белых мужиков, хотел сказать, «Голых мужиков», то сейчас они мне не нравятся. И не потому, просто вот рецептор прокачался на чем-то другом совершенно. Но, конечно же, если я буду где-то на пляже, я их выпью, даже льда туда добавлю, я от этого не умру как бы, да. Но когда я буду дома или с друзьями и буду осознанно выбирать вино, я не понимаю, зачем мне делать выбор в этом плане. Но если вам, еще раз, это все нравится, ни в коем случае, я не говорю о том, что вы должны куда-то там вот пойти, что-то попробовать. Вино должно именно радовать. Поэтому, когда вам говорят, сейчас нужно пить натуральный вино, это полная ерунда. Натуральный вино интересен для тех, кто хочет просто попробовать разные вина. И натуральные вина дают уникальную возможность это сделать. И именно потому рекомендация какая-то натуральная вина незнакомому человеку полностью бессмысленна. Я рекомендовать натуральные вина могут только знакомым, чей вкус я знаю. А вы даже, конечно, сомелье вам в супермаркете порекомендует вино. Но в целом их нужно просто пробовать. И когда вы хотя бы 15-20 позиций попробуете, тогда вы уже поймете, что вам нравится, что вам не нравится. Вы будете в том направлении идти. Что еще про вот эти самые натуральные вина, можно сказать? Они ощутимо дороже, чем любые привычные нам в Украине вина. Просто по одной причине. Человеческий труд не может конкурировать с заводом. Абсолютно в любом сегменте. Совершенно другая себестоимость. Все натуралисты это либо семьи, либо друзья. У них нету больших виноградников. Они либо в некоторых странах покупают виноград, либо выращивают его сами. Но очень внимательно к этому относятся и своими руками все это делают. За единицу времени они не могут сравниться с заводом. Виноградник, который они обрабатывают руками без химии, не даст никогда такой же урожай с гектара, который даст химически обработанный виноградник. Более того, поскольку они на винодельне не используют химию, какое-то вино может повернуть не туда. Поскольку они все делают маленькими партиями, совершенно по-другим, за другие деньги покупают бутылки, пробки, этикетки. Это все стоит, кстати, очень больших денег на самом деле. Поэтому не может стоить натуральное вино, грубо говоря, 2-5 евро. Это просто в принципе невозможно. Но в Украине в том же Гудвайне уже можно найти удивительное натуральное вино от 10 евро. То есть если в прошлом году оно стартовало от 600 гривен, то есть 120 евро, то сейчас уже стартует от 270, если не ошибаюсь. Конечно же в этой категории будет мало чего интересного, но вот от 370 есть уже интересные истории. Но еще почему так получается? Натуральные вины часто приходят из регионов, которые для вина считаются неклассными, непривычными. Вот у нас, кстати, следующее вино красное, которое мы сейчас попробуем. Это вино вообще из Асти, если не ошибаюсь, из Италии, из Пеймонта. И там есть свои правила. Ну вот я читал сегодня описание этого вина, и винодел, девушка, говорит о том, что это вино никогда не пройдет комиссии в нашем регионе, потому что оно не соответствует всем их критериям. И часто нахождение в каком-то апеллосионе, тураре, в каком-то конкретном месте уже требует от винодела чего-то. Вот если там, кто знает, вина Барола, очень известная, популярная итальянская, они всегда дорогие, потому что там гектар земли стоит сейчас миллион евро, просто гектар. А натуралисты часто используют вообще непонятно какие виноградники там на склоне в тени, заставшиеся у дедушки. Более того, из Румынии, Чехии, Венгрии и вообще любых других стран, которые были всегда неизвестны по вину. И, кстати, в том же Гудвайне сейчас можно найти очень интересные позиции, например, из Венгрии. И они стартуют от 370 гривен. Хумель производитель. В Венгрию все знали только, в Украине по крайней мере, как производителя сладких вин, а натуралисты делают же интересное и красное, и белое. Так, а мы, чтобы попробовать красное, должны, получается, вернуть бокалы, но бокалы нужно не перепутать, как бы, да. А можно просить, наверное, просто пройтись вот по тем ребятам, кому подлить красное, это будет проще. Да, так вот будет проще. Вот сейчас мы попробуем красное вино, которое… Сейчас я посмотрю, что это у нас там за описание, поскольку их сегодня только привезли. Да, это у нас совершенно базовое будет вино, просто питкое. И что классно, этот производитель каждый год мешает в эту свою линейку абсолютно разный виноград. И, кстати, вот это характерно для натуралистов. Вот вы покупаете, когда тех же самых голых мужиков, они каждый год одинаковые. Это невозможно в натуральной виноделии. Каждый год разная была погода, и каждый год будет разная ягода. У кого есть какой-то даже, не знаю, участок, или у себя, или у бабушки в деревне, вы банально знаете, что любая там та же самая ягода, или даже персик, он каждый год может сильно отличаться, просто потому, что была разная погода. Так. А вот молодой человек в кепке прогресс. Да, вот как вам это вино? Вот вам просто то очень не понравилось, я помню. А вам вот про ацетон интересно. Вот вам сказали, что ацетон это плохо, да, когда-то? Конечно, конечно. Это абсолютно там непривычно. И вот есть ароматы и вкусы, кстати, которые вообще не характерны. Мне очень иногда… И причем есть такие вкусы, вкусы, которые, мне кажется, никто никогда не пробовал. Ароматика еще там известна. Мне говорят, со вкусом земли. Я не знаю, кто, честно говоря, пробовал, давно ли пробовал землю, но вот аромат там свежей земли, он примерно известен, а вкус, в основном это какая-то ошибка. Но действительно, в натуральных винах очень много ароматов, которые непривычны там. Это будет там стойло какое-нибудь, это будет иногда ацетон, это будет какая-то кожа. Но кожа, кстати, бывает и в традиционных красных винах регулярно. Так, я бы тоже попробовал, что вы там все пьете. Да, да. Так, это сейчас, секундочку. Там красная или белая? Красная. Сейчас я… Пожалуйста, вас так не заметили, простите. Вот здесь есть, как я уже говорил, бар «Синичка», и в нем есть пять позиций натуральных вин. Их, к сожалению, если не ошибаюсь, нельзя пробовать по бокалям, но в принципе они улетают очень быстро. И вот здесь вот, где-то там был, вот, да, вот этот молодой человек, он сказал, что вот это вино, это то же самое, что… А, по цвету, да. Вот есть вино схожей стилистики. Там есть perfect day, это офигенное просто вино. Мне очень нравятся мутные такие, кислотные, мощные, странные. А есть то же самое время там натуральное вино, которое будет очень спокойное. Поэтому единственное, что я могу уже, говорю, там, рекомендовать там, это пробовать. Теперь давайте вот чуть-чуть перейдем к украинскому виноделию, если вы не против. Вы можете параллельно там пить, махать руками. Вот дайте я сейчас попробую, что вообще пьем. Оно, кстати, играет. Чувствуете? Я не понимаю. А, это вы меня переводите, я понял. Да, и, кстати, вот то, что в классических там винах тоже не встречается, это подыгрывание, то в натуральных винах это может встречаться, потому что никто не бахнул много серы, это не остановил, и они снова вот дображивают. На самом деле, вот как вообще происходит в виноделии? В виноделии есть два брожения. Сначала вы собрали виноград от него, или выдавили, или не выдавили сок. Он забродил и стоит до весны. Зимой холодно. А весной температура подымается, и у вас происходит так называемая малолактика. А это второе повторное брожение. И в современном виноделии малолактику практически никто сам не ждет. Для этого покупают дорогие бактерии, чтобы стимулировать. В натуральном это, соответственно, не делают. И поэтому иногда повторное брожение может просто возникнуть уже либо в бутылке, либо на винодельной перед розливом. То есть этого не нужно бояться. Это абсолютно нормальная история. Чего нету в натуральном вине? Это полноценного игристого вина. Шампанского, даже во Франции. Но есть аналоги. Почему совсем классического нет? Потому что это уже требует активного ручного вмешательства. Но есть вина, которая проходит по классификации биодинамических вин. Сертификат Диметр во Франции. Там есть игристые. А натуралисты в основном что они делают? Сейчас очень популярен напиток, называется Пятнад. Кто пробовал Пятнад? Ну, кроме четырех моих знакомых в этой комнате. Смотрите, Пятнад – это игристое вино, которое добродило в бутылке. Когда вино бродит, в нем меряют сахар. И когда остается немножко-немножко сахара, его чуть-чуть охлаждают или не охлаждают, закрывают бутылку и закрывают его кронин пробкой в основном, пивной пробкой. Не классическая винная пробка, что она вылетит, а кронин держит небольшое давление. И он дальше доигрывает, и у вас получается и сахар уходит, и игристость получается. По сути, бутылирует недобродик такой легкий. И так происходит Пятнад. Попробуйте очень интересные, классные напитки. И вот ребята возят много хороших. Вернемся к украинскому виноделию. У кого есть любимое украинское вино? Какой производитель? Вот здесь упомянули винодельню Трубецких. Это в Каховке, или в Новой Каховке, если не ошибаюсь, Херсонской области винодельня. В Украине рынок поделен на несколько сегментов. И есть абсолютно нормальные вины на самом деле. Просто мы к ним относимся скептически. Вот нужно признать, что я думаю, что многие люди просто даже стесняются поднять руку и признать, что вот, ой, знаете, мне какое-то украинское вино понравилось. Да вы что, никогда в жизни. Тем более оно стоит дороже аналогов европейских. Это отдельная, кстати, тема для дискуссии. Но я вам гарантирую, если вы купите украинское вино за 500 гривен в Гудвайне, оно будет абсолютно нормальным. С ним будет все хорошо. С любым. Проблема в том, что он будет такой же, как, условно говоря, Испания за 300. То есть по другим причинам. Но украинский, возвращаясь к этому, на украинском рынке есть несколько производителей, и вот Турбецкие к этому же относятся. Есть Колонист, есть Бейкуш, есть, наверное, можно отнести часть Шаба к этому примеру, которые делают абсолютно нормальное вино, и они умеют делать вино. Проблема в том, что мы живем с вами в бедной постсоветской стране, в которой очень жесткое по-прежнему регулирование алкоголя. И весь бизнес вина происходит в АТБ. То есть деньги зарабатываются только там. И я вам гарантирую, что любой производитель вина, ну не самого низкого сегмента, а среднего, может сделать нормальное вино. Он не может делать великое вино, но он может делать нормальное вино. Но его нормальное вино получится в категории 300-500 гривен с маржой вполне, кстати, себе не сотни процентов, а там 20 процентов, а то и меньше. Но он на этом никогда не заработает, свой завод не окупит. А когда он пойдет в АТБ с ценой 70 гривен, и у него там будет маржа совсем другая, он там заработает деньги. И из-за этого происходит вся проблематика. А постсоветское наследие нам дало то, что по украинскому законодательству вот это алкоголь, а по европейскому законодательству большинство стран это еда. Вы не можете у себя на кухне, или даже давайте так, в ресторане, вот у вас ресторан, маленькая там, не знаю, какое, бестро, сбродить сок и наливать его гостям. Это же блюдо, оно у вас сбродило, а запрещено. Это подакцизный товар. В Грузии это не подакцизный товар, в Молдове до всей дня это не подакцизный товар. На рынке нет свободы. На рынке нет малых производителей, которые могут окупать свой труд. В тех странах, где есть свобода, виноделие активно развивается. Оно поднимается снизу вверх. У нас по-прежнему законодательные заградительные барьеры. И потому рынок оккупирован крупными и большими производителями. Опять же супермаркет, монополии, цепочки, про которые я это говорил. И происходит так. Конечно же вы, некоторые люди, которые пробуют натуральное вино, говорят, тюток, моя бабушка делает то же самое. Я после этого сразу прошу познакомиться с этой бабушкой. Потому что, честно говоря, я еще ни разу не познакомился с той бабушкой, которая делает такое же вино, как мы пили предыдущее. Но многие в это по-прежнему верят. Проблема в том, что малые крафтовые производители, они сейчас увлечены все… Главная фишка украинского виноделия, что мы находимся на одной параллели с Бордо. Вот там вся Бессарабия говорит о том, что Пьемонт… Это у колонистов очень классно написано, но это просто так абсурдно. Бордо, Пьемонт, Крынычна. И такая параллель. Это, знаете, там Нью-Йорк, Милан, Белая церковь. Как вы знаете, там бутики как бы есть. У нас свой регион, и в этом Крынычна может делать классное вино. Но вот эта проблема украинского виноделия, что мы себя сравниваем с Бордо, и все эти даже малые виноделы, я пробовал, мало того, что они это наливают потом в полтора литровой бутылки от Моршинской, спасибо, что до этого там не было молока пластиковое, как будто уже хорошо, сами не уживают свой продукт. Но они стараются повторить. А повторить они на основе своего турара и винограда не могут. Поэтому они идут там. Вы зайдите из интереса, посмотрите, магазины для домашнего виноделия. Просто погуглите. В Киеве их там с десяток есть. И там огромное количество уже этих добавок. Для фильтрации, для дубовых ноток, для осветления. И они колдуют. И поэтому очень на самом деле тяжело найти в Украине обычное честное домашнее вино, в котором не будет ни в том числе ни воды, ни сахара. Кстати, вот эта традиция сохранилась в Грузии. И потому сейчас во время, по сути, всплеска волны натуральных вин, Грузия в мире пользуется большим-большим спросом. Но это вообще не то вино, что пили наши родители в Советском Союзе. Потому что в Грузии очень старая традиция виноделия, но Советский Союз тоже ввел там монополию, и все заводы перевели под другой принцип производства, но в семьях традиция осталась. И в семьях как раз делали натуральное вино, и сейчас его по всему миру раскупают. Я помню, когда я впервые познакомился с натуральным вином лет 5 назад, в Гудвайне продавалось такое вино, был производитель Яга, он есть сейчас, просто в украиночество вины не попадают. У него было оранжевое вино, и это вино стоило тогда в районе 400-450 гривен. Я вообще не мог понять, почему это грузинское вино стоит 15 евро. Потом я узнал, что это вино, это же вино в Лондоне на полке стоит 40 фунтов, а японцы его готовы выкупать вообще за любые деньги. Его все равно немного. Это сотни тысяч бутылок не делают. Это либо тысячи, либо пару десятков тысяч бутылок. И его весь мир сгребает. Как бы всегда есть потребитель на него. Кстати, я здесь упомянул оранжевое вино. Кто знает, что такое оранжевое вино? Смотрите, сейчас есть параллельная волна оранжевых вин, и многие ассоциируют это с натуральными винами. Это в некотором роде заблуждение, потому что оранжевое вино, оно хоть и пользуется популярностью среди натуралистов, это просто цвет вина. Это цвет вина, про который забыли. Мы все знаем белое вино, красное вино и розовое вино. Белое вино – это вино из белого винограда без шкурки. Розовое вино – это либо, в основном это упростим, красное вино, то есть красное вино – это вино из красного винограда со шкуркой. Розовое вино – это красное без шкурки. И, соответственно, оранжевое – это просто белое вино со шкуркой. Это просто четвертый цвет вина, про который мы забыли. И все. Оно ничем абсолютно не отличается. Оно пользуется спросом сейчас большим у натуралистов по защищению факторов. Но одни из них почему важны? Когда вино выбраживает на шкурке, в нем появляются танины, шкурка отдает. И вино естественным образом защищено. Вы когда не используете добавки и минимализируете добавку серы, вино не защищено. Потому, в принципе, немного чистых белых вин натуральных без серы. Их просто мало, потому что оно долго не живет в основном. И просто именно по этой причине оранжевое пользуется у натуралистов большим спросом. У нас тут осталось 10 минут. У нас еще осталось одно вино. Я сейчас бегло расскажу. Я не успею, конечно. Я тоже делаю вино. И, как я говорил, это не натуральное вино. Обычно его назвать натуральным нельзя. Поскольку в Украине нет чистых виноградников. Плюс в этом вине есть одна добавка. Это культурное дрожжи. Я когда делал это оранжевое вино, оно стояло на мезге. То есть виноград не был отделен от шкурка. И сок не отделились они вместе. Оно не забраживало быстро, поэтому я, поскольку привез тонну винограда с юга Украины, просто, честно скажу, испугался и добавил туда культурные дрожжи для стимулирования брожения. В этом году я делать это не буду. И вот это вино, оно очень базовое, совершенно простое и абсолютно в классическом стиле, но классическом оранжевом стиле. И стиль как раз задается дрожжами. Фанки история, это в основном, когда что-то непонятное на самой кожуре осталось, и это забродило в винограде. Не фанки, чаще классическая история. Это когда мы задали культурные дрожжи. Но в натуральных, еще раз, культурные дрожжи не добавляют. В low intervention добавляют. Я попрошу открыть последнее вино. Вань, откройте, да, еще вот. Да, да. В Украине, как я говорил, строгие по-прежнему законы по поводу вина. Только два года назад отменили лицензию для малых виноделов. Она стоила 500 тысяч гривен в год. 50 тысяч гривен в месяц, 40, вы должны были платить просто непонятно откуда, за то, что вам разрешали продавать. Малые виноделы все не могут это позволить. Это 2000 баксов, я напомню. Это не заводы, это самозанятость, это малый бизнес. К счастью, это сейчас отменили. Лицензия стоит каких-то очень меняемых денег, но остался акциз. Акциз – это полный, полный абсурд. Акциз вообще в цивилизованном мире – это способ сбора налогов и контроля. Но акциз на тихое вино, если не ошибаюсь, стоит одну копейку. В нем ноль смысла с точки зрения закона. Но вы не представляете, какой это геморрой. Получи его. Для того, чтобы… Я был недавно на винодельне, и мне показали, что нужно… Знаете, по украинскому закону, чтобы получить акциз, вы должны обосновать, какое вино вы хотите. Вы не просто открыли винодельню и получили лицензию. Вы на каждую свою позицию, не знаю, вы решили делать там из Сапирави красное вино просто. Вот такая папочка, мне показывают документации, вы обосновываете, что вы хотите делать. И вам потом дают разрешение, и какое количество вы заказываете заранее акцизных марок, вам с барского плеча выдают. А потом вы их должны хранить в помещении с пожарной сигнализацией, с видеонаблюдением и с определенным типом пола, ни в коем случае не деревянным полу. Прямо все итальянские старые винодельни прямо заплакали. Нельзя в деревянном полу все это делать. И поэтому это огромное количество бюрократии, плюс там другие всякие заграждения, поэтому в основном это крафтовое виноделье никуда дальше не идет. Лично я в этом году договорился с одной винодельной, и я на базе другой винодельни буду делать уже почти натуральное вино, сколько мы будем делать, спонтанную ферментацию, ноль добавок, но виноград будет такой, скажем так, мы отберем максимально честный, но он либо в этом году, если повезет в этом году, он не обрабатывался, но раньше он обрабатывался. Нету в Украине, еще раз подчеркну, таких виноградников. Давайте так, у кого-то есть какие-то вообще вопросы, а то я тут вещаю, хочу пить вино, не пью, а вы сидите, смотрите, думаете, когда мы выйдем, тоже выпьем там нормально, или что он вообще вещает, я люблю своих голых мужиков. Да, я вас слушаю. Я повторю вопрос, что такое виноматериал? Виноматериал, это я сейчас не кривляюсь, виноматериал это материал, из которого делают вино, и им может быть как виноград, так им может быть сусло. Очень много вина, особого недорогого, делается из импортного виноматериала. Это что значит? Страны, в которых очень много винограда, отжимают, делают, по сути, такое базовое вино, выпаривают из него влагу, и в цистернах в Украину поставляют просто ультрадешевый виноматериал. Это очень-очень базовое вино, из которого убрали немножко влаги, здесь в него добавляют водичку, а иногда даже не добавляют, если такой балл в цистернах приходит, и просто разливают. Технически это все нормально. Это не порошок, это, ну, в основном, это именно огромные-огромные заводы, которые не пойми, что позволяют. Кстати, большинство вин в Крыму делались, когда Крым был, ну, Крым и сейчас в украинском, когда Крым был под нашим контролем, тогда там было много вин из виноматериала. Просто потому, что когда кто-то посчитал количество бутылок, которые из Крыма производятся в год, и сравнилось количество виноградников, было, мягко говоря, небольшое расхождение. То есть сильно больше вин делалось. То же самое, ну, я не знаю, там, вот в Украине есть тоже винодельник, которые находятся плюс-минус на севере. Они берут с юга, привозят виноматериал. Я ответил, да, на ваш вопрос? Есть ли еще вопросы? Да, слушаю. Смотрите, я же не знаю, что делает ваш дедушка. Если дедушка… Опять же, смотрите, нету классификации форолих вин, еще раз повторюсь. Но если это вино сделано из какого-то… Пусть даже из Изабеллы, будь она там не ладом, сколько это десертный больше сорт винограда, но он туда не добавляет ни сахара, не добавляет воды, не добавляет вообще туда ничего, дает ему полностью выбродить, соблюдает некие там каноны виноделия в том плане, что делает… Ну, пусть дрожжи уйдут, снимется осадка, чтобы эти дрожжи там не попали. Это будет натуральным вином, да. Но если этот дедушка потом это все разливает в полтора литровые бутылки от моршинской пластика, то он просто не… А если у вас дедушка делает такое вино, у него есть свой небольшой виноградник, и он его прежнему не испортил, в отличие от большинства, вам очень сильно повезло, и это натуральное вино. Оно может быть, знаете, вам не нравится, оно может быть кому-то не нравится, оно может быть слегка сладковатким, не добродившим, но это будет натуральное вино, конечно же, да. И часто оно интересное, да. Это аркацители. Да, это чистые аркацители. Опять же, виноделие в любом месте, в любом регионе ограничено тем виноградом, который растет поблизи. Вы не можете сделать натуральное вино. Например, у меня спросили, а почему ты не купил виноград за границей? Это невозможно технически. На некоторых винодельнях винодельни находятся посреди виноградника, чтобы было ближе и удобнее свозить виноград. В идеале между переработкой вина и его сбором должно пройти пару часов. Это критически важно. Если виноград лежит, он, назовем так, портится, и вино из него получается хуже. Более того, виноград крайне важно собрать в пике своей формы. Большинство украинских виноградарей собирают его не на пике формы, а собирают его в минимальной удобной технической кондиции, поскольку меньше рисков. Они знают, что впереди пройдет дождь, дождь породит гниль. И они заранее собирают. Он будет слегка-слегка недозрелым, но им он подойдет. Вам для классного вина, для хорошего вина нужен хороший виноград. И потому, опять же, оно дороже, урожайность меньше. В Украине есть свои сорта винограда, но у нас, кстати, очень мало, как казалось, автохтонных сортов винограда. Сортов винограда, которые вырастают только у нас. Я знаю только один. Тильтикурук. Это белый сорт винограда. Он растет в Николаевской области и в Одесской области. Есть несколько сортов винограда, которые де-юре являются украинскими автохтонами. Такие, как одесский черный, кажется, сухолыманский он называется еще как-то. Я их не считаю автохтонами, потому что их создали на винном институте Таирова, если не ошибаюсь, в 50-е-60-е годы из других сортов винограда. Мне интересны сорта винограда, которые давно растут. В Грузии очень много автохтонных сортов винограда. В Венгрии они есть. И, кстати, на Закарпатии. В Украине же, мы забываем, что в Украине было два истинно винных региона. У нас просто после борьбы Горбачева, этого идиотского, когда вырубили сотни, наверное, короче, огромное количество этих гектар, в Одесской области, ближе к Румынии, это истинно винный регион, и там есть свои интересные вина, были как минимум. И очень далекая от нас по расстоянию Закарпатия. И там много винограда, которые автохтонны являются для Венгрии. Там много венгерского, по факту, винограда, и много румынского. И там даже в город Береговое, там улицы раньше называли Шампань. И я на OLX находил подвалы в камне, выдолбленные, уникальные. Вы не поверите, 10 тысяч долларов стоил подвал винный, огромный, под винодельный, который создан был в позапрошлом уже в веке. Там была реальная настоящая винная история, которую мы все убили, грубо говоря. И там было классное вино. А сейчас украинское вино, получается, создается заново. Давайте у нас еще есть время на один вопрос. Смотрите, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что, наверное, это не обязательно сухие вина. Что такое сухое вино? В любом вине, абсолютно в любом вине есть сахар. То есть в каком-то его больше. Сахар недобавленный. Смотрите, как получается вино? Еще раз, базово. Дрожжи поедают сахар в виноградном соке. Утрирую. Половинка превращается в алкоголь, половинка там уходит. И некоторые дрожжи доедают все до конца, выедают почти весь сахар. Некоторые дрожжи не выедут почти. Или кто-то специально основывает брожение. И таким образом получаются полусухие вина, полусладкие вина. Это совсем не значит, что в них добавляют сахар. И опять же, натуральное вино, в которое ничего не добавляют, но в какой-то момент остановилось, и которое по какой-то там классификации уже не является сухим вином, оно будет натуральным вином. Но просто в основном, конечно же, они являются сухими винами, потому что в целом современный рынок вина на 90-95% состоит из сухих вин. Спасибо вам большое. Кто хочет еще выпить, пусть идет в бар Синичка, потому что здесь почти все закончилось. И еще раз хочу сказать большое спасибо Гудвайну, который угостил нас этим вином. И кому это интересно, сходите туда, там работают очень классные ребята. Кстати, отличие Гудвайна от всех супермаркетов, знаете, я прихожу в условный там повус или там ВТБ. Меня сомелье спрашивает, что вы хотите? Я говорю, я хочу такое. Он говорит, ой, а есть, хочу, знаете, красное итальянское, а есть классная сладкая Грузия. Потому что люди, которые работают там, они в основном мерчендайзеры. Они продают вино, то, что нужно продать им. А придя в Гудвайн, вам продают вино, которое хотите вы. Может не угадать, но постараются. И в этом очень большое отличие. И сейчас выиграют магазины, у которых продавцы стоят на стороне потребителя, а не которые пушат то, что вам нужно продать. Все. Спасибо большое. Хорошего вам дня. Отдыхайте и пейте натуральное вино. Или радуйтесь голым мужикам. Или, если так сложилось, пуркари.